Приветствую! На связи Александр Поляк. Недавно я наткнулся на один комментарий, в котором зритель взял за основу результаты моего расследования на тему вселенных GTA и высказал мысль о том, почему знаменитая улица Гроув Стрит в пятой части Великого Автоугона оказалась занята бандой Баллас. Мне эти слова показались весьма любопытными, ведь они неплохо дополняют тему разных игровых вселенных и более того, лишний раз подтверждают версию, высказанную мною в том самом ролике, под которым и был оставлен комментарий. И прежде чем я продолжу, настоятельно советую для начала посмотреть этот разбор вселенных GTA, так как без понимания такого вопроса дальнейший просмотр вряд ли имеет смысл. И я наперёд знаю, что некоторые не поймут каких-то вещей и будут безосновательно пытаться что-то оспорить. Так что надеюсь на ваше понимание и если вы уже знакомы с названным выше роликом, то продолжим. Первым делом предлагаю начать с самых основ нашей сегодняшней темы. В GTA San Andreas, игре относящейся ко вселенной 3D, улица Гроув Стрит исконно принадлежит банде Гроув Стрит Фэмилис, или просто Фэмилис, если говорить о всех семьях обобщенно. И несмотря на жёсткое давление врагов из Баллас и временный упадок банды, к концу сюжетных событий Гроувы снова на подъёме и продолжают проживать на своей главной улице. Перемещаемся в GTA V, основные события которой развиваются в том же самом городе, что и в San Andreas, но спустя два десятилетия и уже в другой сюжетной вселенной. Из расследования, которое я посоветовал вам посмотреть, мы знаем, что в разных игровых вселенных GTA может повторяться практически всё, кроме самого важного – главных героев и всех оставленных ими следов. Пасхалки, естественно, не в счёт. И в пятой части великого автоугона мы как раз наблюдаем уже знакомую банду Фэмилис и их врагов из Баллас. Но вот что заставило встревожиться многих игроков, это то, что Гроув Стрит больше не принадлежит прежним хозяевам и там свободно расхаживают гангстеры в фиолетовых цветах. Поэтому любители серии в обсуждениях на форумах и в своих видеороликах стали сами додумывать продолжение сюжета GTA San Andreas и пытаться таким образом объяснить происходящее в пятёрке, мол, СиДжей оставил свою банду, Свит погиб, остальные гангстеры разбежались и так далее. Некоторые выражали более правдоподобные мысли, вроде того, что в GTA V вообще не было всех известных нам персонажей из San Andreas, поэтому Балласа спокойно заняли Гроув Стрит, выбив оттуда слабых Фэмилис. Но и такие предположения имеют свои недостатки и выглядят не совсем взвешенно. И вот почему. Из некоторых слов, произнесённых или написанных различными персонажами в ходе игры, можно понять, что тупик Гроув Стрит раньше действительно принадлежал банде Фэмилис, что когда-то она была по-настоящему сильна и более того, что в этой банде до сих пор помнят о каком-то гангстере Джонсоне. Но при этом мы знаем, что конкретно СиДжея в пятёрке не было, ведь он главный герой из другой вселенной. Это означает, что все события San Andreas действительно происходили в GTA V, но без участия СиДжея. А под Джонсоном, вероятно, понимается его брат Свит, он же Шон Джонсон, некогда главарь банды Гроув Стрит Фэмилис. Поняв все эти вещи, становится ясно, что же случилось в пятой части и почему Баллас завладели улицы Гроув. Давайте восстановим эту историю. Начинается всё по сюжету Сан Андреас. На дворе 1992 год, некогда сильнейшая группировка Гроув Стрит Фэмилис находится в упадке и значительную часть преступных районов города поделили между собой враждебные мексиканцы и банда Баллас. Свит, главарь Гроув пытается изменить положение дел, но получает нож в спину от старых друзей Биг Смоука и Райдера, которых продажные полицейские склонили к наркобизнесу и связали с врагами из Баллас. Свиту устраивают подставу, где он попадает в лапы полиции и оказывается за решеткой. В это время банды семей окончательно ослабевают и их главную улицу занимают ребята из Баллас. И вот на этом моменте мы можем наблюдать раскол двух игровых вселенных, ведь в истории Сан Андреас был главный герой СиДжей, который, простите за спойлер, смог освободить Свита и вернуть улицу своей банде. А в пятой GTA этого человека нет, Свит остался в тюрьме, а Фэмилис так и не удалось вернуть себе Гроув Стрит. Собственно, вот и становится ясна причина происходящего в GTA V. Возможно, кто-то захочет возразить, ведь в пятерке есть куча отсылок к СиДжею. Но давайте не будем забывать, что это называется пасхалки и что в игру их добавляют не ради сюжетного смысла, а чтобы подогреть интерес игроков. Что касается слов Ламара о том, что бывшие гангстеры могли прикупить себе особняки и жить спокойной жизнью, то это всего лишь его предположение, которое даже если было бы правдой, то ничего не меняет и под подобными словами может подразумеваться кто угодно, даже с Моукой Райдер. А что вы думаете на эту тему и чем бы хотели дополнить ролик? Буду рад почитать в комментариях. Также оставляйте свои оценки и при желании не пропустить новый контент по GTA, предлагаю подписаться на канал и нажать на колокольчик. На связи был Александр Поляк, до встречи в следующем видео.